Привет, дорогие друзья, это Сова. Я тут немножко затарился различными штичками. Надо будет выкинуть, где-то у меня есть там, турботопливо. Его мы к свиньям собачьим выкинем. Так, и еще турботопливо тоже выкинем. К тем же самым свиньям и тоже собачьим, как несложно догадаться. Так, теперь нам надо взять нормального человеческого топлива. Так, где мы его возьмем? Мы его возьмем там сверху. Надо, кстати, топливную систему, все будет переделать к чертям. Но этим мы займемся чуть позже. Это не первостепенные важности. Раз уж мы начали все переделывать на поезда, поезда все-таки более важная тема. Так, забираем отсюда цементика. О, нахрен, цементика. Отсюда бензинчика, бензинчика забираем отсюда. Так, и погнали вон к той далекой станции. Она ждет нас. Это далекая станция. Кстати говоря, что тут у меня с этим самым Симрудой? Так, ну Симруда как не работала, так и не работает, короче, да? Ну, по идее, какое-то количество, да, ее здесь накопилось. В общем, Симруда работает сколько-то минут после запуска. То есть вы загружаете сейв, заходите в игру, Симруда работает, потом, соответственно, она перестает добываться. Я не знаю, за каким псом. То есть я думаю, что это искусственный баг такой, который разработчики, видимо, сделали для того, чтобы ее нельзя было, может быть, накапливать тоннами. Что еще раз подтверждает гипотезу, что Симруда будет безумно важным элементом, компонентом. Она будет очень сильно нужна везде. Ну, по крайней мере, пока так кажется. Там дальше хрен его знает, как будет на самом деле. Итак, значит, нам надо будет... Нам надо будет сделать здесь спуск. Так, я сейчас разобьюсь, кстати, нахрен, поэтому надо бы, наверное, приземлиться для начала. Так, нам надо будет сделать здесь спуск. Вот для вот этой вот штуки. Так, чтобы сделать спуск для вот этой вот штуки, мы, во-первых, немножечко отступим на всякий случай. Наверное, как-то вот так вот мы, наверное, отступим. Так, и отсюда мы можем делать спуск, но мы можем делать только вот такими вот фундаментами на двушечку. Так, а как он, кстати, будет строиться? Ну-ка, мне интересно. Блин, ну так неудобно, так я не понимаю, что происходит. Лучше вот так. Так, ты сейчас мне сделаешь, как я хочу, нет? Ни хрена ты не делаешь, как я хочу. Так, а теперь... О, теперь делаешь, молодец. Так, ну... Как-то, наверное... Так, это, наверное, вот так теперь надо делать. Так, вопрос только, насколько далеко мне надо будет такую тему проложить. Вот это реальный вопрос. Так, ладно, пока прокладываем. Потому что сейчас мы начнем спускаться все ниже и ниже, потому что там яма. Так, вот сюда, куда-то. Вообще, здесь всегда есть большой риск, что где-то что-то пойдет не так. Особенно, когда мы встречаем великолепные кусты. Так, как... На каком уровне она сейчас находится? Давайте-ка посмотрим. Может быть, нам... Я думаю, что нам, на самом деле, кроме шуток этого достаточно. Даже, наверное, было достаточно еще чуть пораньше. Так, я думаю, что где-то вот начиная уже отсюда, это достаточно будет. Может быть, даже и отсюда. А может быть, даже и отсюда. Так, ну-ка, сейчас мы проложим, да посмотрим. Мне кажется, вот примерно откуда-то отсюда надо делать. Ну да, почти, почти норм. Почти норм. Здесь у нас немножечко остается... Остается немножечко. Немножечко остается, остается немножечко. Так, мне надо теперь воткуда-то вот оттуда... Так. Где-то вот здесь вот должна быть стрелка, по идее. Кстати говоря, она, в принципе, здесь есть. Но мне надо бы... Блин, откуда мне сделать? Трайная стрелка, интересно, может быть? Это, конечно, еще прибавит проблем дополнительно. Ну-ка, сейчас мы посмотрим, может быть ли трайная стрелка. Так, отсюда не может. Отсюда? Ну, вот отсюда может. Так, ну и хорошо. Значит, тогда... Как-то вот отсюда мы ее... Да, вот таким вот макаром и проложим. Ну, что может пойти не так, когда здесь вот такая прекрасная развилка? Я думаю, что ничего. Просто игра настолько классно сделана, что такие вещи... Движок должен вообще хлопать, как семечки. Так, теперь у нас здесь будет более-менее официальный заход, заезд, запрыг сюда. Вот только вопрос в том, что она мне, наверное, по-моему, нужна немножко не по центру, а где-то вот здесь. Поэтому пойдем лучше от обратно выстроить. Потом мне было мучительно больно от кривой рельсины. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, вот эту вот тему мы должны отсюда убрать. Нет, не вот эту, а вот эту. Так, теперь здесь рельсы. Да, рельсы у нас идут здесь по самому краю. Так, ну и нормально. Значит, так, надо ее где-то здесь вот будет засобачить. Господи, меня мотает-то, а? Вроде я вчера не так много пил. Так, значит, идем... Идем куда? Куда мы идем? Вот сюда, наверное. Да? Так же ровно? Так же вроде ровно. Теперь мы заезжаем, да, вот сюда. Так, и едем куда-то вот туда. Значит, теперь отсюда останется только подрубить вот эту часть. Так, слишком длинный кусочек. Слишком длинный кусочек. Так, где у нас слишком недлинный кусочек получится? Где-то вот здесь. Так, и теперь откуда-то вот примерно отсюда, наверное, да. Вот отсюда. Должны будем ее цепануть вот туда. Так. Отлично. Значит, вот у нас получается нормальный спуск. С ускореницем, со всеми делами. Все у нас здесь хорошо. Так, вот эту вот штуку до куда-то дотянусь, надо разобрать. Так, ладно. Значит, заезд, подъезд, все такое у нас здесь имеется. Проезд, потом, дальнейший у нас здесь точно имеется. Так, теперь. Теперь нам нужна станция для угля. Станция для угля у нас будет располагаться, я думаю, что прямо вот под этой вот хреновней. Где-то примерно вот здесь вот она у нас и будет располагаться. Просто только конкретно где. Потому что станция... Я могу вообще построить? Так, слишком пологий, должно быть смещено с платформой. Так, хорошо, а саму станцию могу? Просто станции очень высокие. Да, на станцию мне, кстати говоря, хватает. Станции очень высокие, поэтому надо... Примерно прикинуть, где она будет находиться. Я так думаю, что... Надо попробовать, наверное, вот на этом уровне это сделать. Вот на уровне вот этой рельсины. Сейчас мы попробуем забахать станцию для угля. Это самый ближайший уголь. Конечно, естественно, активно его использовать мы не сможем. Но я-то не знаю, поместится она или не поместится. Сейчас узнаем. И здесь, по идее, должно хватить места для того, чтобы тут платформу расположить. И при идее, опять же, здесь спокойно будут ездить другие поезда. Поэтому тоже проблем быть не должно. Сейчас мы посмотрим. Возить уголь с другой стороны я не хочу, потому что там он используется для производства. А здесь он для производства не используется. Поэтому здесь самое милое место для этого. Так, ну, короче, какую-то такую балалайку мы сейчас сделаем. Да? Да, и отсюда тогда, блин, здесь, правда, будет развилка какая-то просто сатанинская. А здесь можно еще одну присобачить? Так, ну-ка. По идее, должно быть можно. Да, без проблем. Здесь можно присобачить еще одну развилку. Но я даже не знаю, как будет работать. Вот вообще не берусь предсказать, как это будет работать. Поэтому как-нибудь попозже, наверное. Это у нас будет, скорее всего, съезд уже непосредственно. Так, где там... Не то я ставлю. Так, где там... Так, станция. Станция. Вот она, станция. Значит, разворачиваем ее в ту сторону. Интересно, а я там станцию правильно сориентировал, которая у меня там была? Я теперь что-то начинаю сомневаться. Так, а куда-то сюда ее ставим. Так, ну, допустим, я хочу ее вот отсюда сюда подключить. Въезд. Так, без проблем. Сюда подключается въезд. Так, хорошо. Ладно, съезд у нас здесь есть. А как вот он будет это регулировать? Вот там раньше был двухпозиционный переключатель. Переключатель такой же примерно и остался. И если будет три, то как он будет переключаться? Хм. О! Нихрена. Интересно. Короче, на третью он тоже переключается. Ну, ладно. Я вручную с этим никогда в жизни не разберусь. Но автоматом он вроде как разбирается. Ну, хорошо. Ладно. Разбирается и молодец. Так, здесь... Нет, что я делаю там? Железнодорожная станция. Она будет называться у нас Уголь-1. Так, Уголь-1. Так, оттуда у нас пойдет, собственно, сам Уголь. Ну, хорошо. Значит, теперь мне надо пристроить здесь каркас. Цемента на целый каркас мне не хватит. Поэтому пристроим сколько получится. Может, для этого дерева пристроим и хорошим? Блин, здесь немало, немного получится. Так это, в принципе... Блин, да дерево маловато. Нет, все-таки придется дальше строить. Дерево тогда, чую, придется подорвать. В общем, по-хорошему, здесь, конечно, надо строить до скалы. Вот мы делаем на скалу и как бы все это дело закругляем. И у нас тут все такое прям красивое, благообразное и все такое прочее. Так, еще одна мне нужна. Сколько там ее? По идее, еще одна мне не нужна. Там раз, два, три. Четыре блока там. Раз, два, три. Нет, давай еще одну сделаем. Цементами есть чем тут ходим. Недалеко. Ну, поезд, вроде, через эту развилку нормально проезжает. Хуже им уже не сделать. Они и так ездят у нас, хрен пойми как. Так, что я буду делать вот с этими деревьями? Ладно, если они не будут мешать, мы их оставим. Будем жить в гармонии с природой. Если они будут мешать, то гармонии с природой придется забыть. Так, нет, отсюда строить быть неудобно. Ну, листья, давайте с обратной стороны. Так, хоп-хоп-хоп. Нет, ну, я думаю, что все-таки эти деревья будут мешать. Так, ладно, на блоке фундаментов мне хватило. Теперь мне должно хватить еще на... Так, надо, во-первых, очистить этот список. Так, на 10 погрузчатых платформ и, не знаю, там, две сотни вот таких вот вещей. Так, мне нужны компьютеры. Так, кабель у нас есть. Цемент мне, в принципе, нужен. Тяжелоблочный модульный каркас компьютера у нас есть. Ну, хорошо, ладно. Погнали тогда за цементом. И за каркасами. Так, погнали, погнали, погнали. Вот эту вот штуку надо будет, наверное, разобрать. Она нам будет сейчас не нужна. Какое у нас здесь все прекрасно теперь стыкуется одно с другим. Вообще, когда-то были разрозненные штуки, а теперь прям все такое красивое. Так, давайте мы вот это, кстати, достроим. Для того, чтобы наш цех по производству цемента тоже себя неплохо чувствовал. Так, цементный цех нормально работает. Он переполнен на постоянной основе. Наверное, надо будет хреначить, что ли, побольше здесь хранилищ. Вроде как и так хватает, но чую, прям вот с цементом мало. Так, единственное, что вот это вот надо вернуть назад. И вот это. Сюда мы возьмем тяжелоблочный модульных. Так, вот эти вот сопли надо будет тоже переделать попозже. Пока тоже немножко не до этого. Каркасиков. Так, возьмем с собой каркасиков. Все мне хватает. Ну, если верить калькулятору, то мне хватает всего. Существует с проводами. Проводов вроде тоже хватает. Так, балок есть, тоже всего есть. Ну, ладно, хорошо. Так, у меня и такие есть, и такие. Отлично. Здесь мы сейчас немножко по-другому сделаем хранение. Потому что здесь электростанции, у которых могут быть пиковые потребления, а потом их может не быть. Поэтому из расчета пиковых потреблений, раз уж мы объедки забираем от угля, надо будет сделать дополнительное хранилище. Иначе будет медленновато наполняться, а нам нужно, чтобы наполнялось очень быстро. Если мне, конечно, хватит расстояния. Я пока еще не знаю, хватит мне или нет. Нормально они здесь будут? Да нормально, как бы. В принципе, еще и не то строили. Так, ну, допустим, да, с этой стороны должны быть. Ну, сколько их здесь войдет? Ну, давайте 10 поставим пока. Так, 10 я поставил. Ну, вроде как да. Хорошо. Здесь оставим тогда место на всякий случай. Так, место здесь оставим. И теперь надо как-то вот эту тему закруглить. Была идея, я хотел закруглить ее откуда-то вот оттуда. Так, автосохранение. Да, сохранение аж это очень долго уже начинает идти. И, наверное, я одну станцию отсюда снесу. Там мне... Нет, не строевая станция получилась. Так, отсюда мы тогда повернемся. Куда-то... Куда-то... Куда-то примерно... Ну, хорош. Что это? Что тебя так глючит? Куда-то примерно вот сюда. Так, заезд у нас будет вот здесь вот рядом с деревом. Дерево я оставлю для красоты. Так, теперь надо бы как-то здесь, да, подрубиться. Чтобы здесь как-то подрубиться. Мне теперь надо подрубиться вот с той стороны. Потому что заезжать он будет оттуда. Так, тогда, значит, надо от обратного плясать. Так, где тут у нас есть разъезд? Так, разъезд у нас есть вот тут. Так, разъезд у нас есть вот тут. Так, надо теперь более-менее ровно поставить такую вот рельсину. Потом дальше подтянуть его туда. Так, вот хорошо. Значит, отсюда у нас будет заезд. Будет здесь такая у нас небольшая станция. И теперь вопрос состоит в том, имеет ли мне смысл делать то, что я изначально хотел. А я хотел сделать вот так. Через промышленные контейнеры. Я так думаю, что, наверное, имеет. Так, если она у нас... Блин, я знаю, что и хочет сложно строить. Так, если она у нас вот здесь. Строить мне надо... Так, надо как-то примерно прикинуть, где он должен находиться. Блин, да очень сложно отсюда прикинуть, где он должен находиться. Так, а если я сверху попробую построить? Может, сверху будет попроще? Да, сверху, кстати, наверное, будет попроще. Так, значит, мы его развернем. И... Так. Наверное, вот так. Только вот в эту сторону. Так, сейчас проверим. Нет, не так. Не так. Так. А, значит, так. Если мы строили вот здесь, значит, тогда вот сюда должен быть. Вот сюда. Правильно? Да. Вот так-то он должен быть. У меня, правда, сейчас, наверное, не хватит... Лен для этого, но мы, по крайней мере, их поставим. Так, значит, ставим сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, расстояние вроде на все хватает. Расстояние хватает, а осталось только правильно их расположить. Значит, вот сюда. Вот сюда, по идее. Но если будет чуть-чуть неровно, уж ладно. Так, здесь куда-то примерно вот сюда. Так, здесь куда-то примерно... Так, что-то там вообще неправильно у меня, походу, получилось. Здесь, наверное, куда-то вот сюда. Да елки-палки. Очень тяжело строить таких этих. Где-то летать подальше отсюда было бы вообще отлично. Но летать мы пока не умеем. И, может быть, никогда и не научимся. Так, сюда, сюда, сюда. Вот, наверное. Или даже вот сюда. Ну, если будет немножко неровно, не обессудьте. Потому что это выравнивать-то охренеешь просто. Так, это допустим сюда. И у меня там, скорее всего, один из контейнеров висит в воздухе. Я так думаю. Это тот контейнер, который где дерево. Скорее всего, он там подвис. Хотя нет, вроде не подвис. Как ни странно, но вроде не подвис. Ну, хорошо. Ладно, допустим. Теперь насколько я промахнулся. Ну, чутка промахнулся. Ё-ё-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот почему надо строить нормальные фундаменты, чтобы потом такого не было. Так, давайте я построю реально. Здесь еще один блок фундаментов. Чтобы здесь можно было ходить хотя бы нормально. Странно, что контейнер нормально построился на дереве. Обычно с ними такого не случается. Так. Хорошо. Значит, у нас осталась только одна лента, но нам этого, по идее, даже, наверное, хватит. Так, здесь норм подключилась. Здесь не норм подключилась. Здесь тоже не норм. Ну, короче, на одну единичку я ошибся. Ладно, это, в принципе, тоже довольно ровненько получается. Просто не совсем так, как я изначально думал. Так. Это мы подрубаем. Нет, мы уже не подрубаем, потому что закончились конвейерные ленты. Подрубать их другими конвейерными лентами я, наверное, не буду. Так, что у меня здесь есть? Кстати говоря, вот эта хрень мне не нужна. Так, ну что, пойдем. Сходим тогда за конвейерными лентами в таком случае. Потом вернемся и подключим вот эту вот штуку. Пока мы идем за конвейерными лентами, мы заодно эти фундаменты возьмем. В смысле цемента. Так, ну тогда мне надо будет здесь немножко достроить. Хотя здесь она уходит вниз. Уже, конечно, не очень он и нужен. Ладно, фиг с ним, с цементом. Так, потом укультуривать эти развязки мы еще подумаем. Но они, по крайней мере, не висят ни в воздухе. Я тут потрудился. Он даже колонны стоят. Поэтому меня сложно обвинить в том, что здесь что-то как-то висит в воздухе. Понимаете, вот там колонна тоже. Вся фабрика держится. Нет, не хухры-мухры. Так, нужен ли мне еще цемент? Ну, для этого мне цемент не нужен, но он мне пригодится позже. Ладно, позже тогда и возьмем. Лента мне все равно нужна сейчас. Хотя можно сейчас попробовать пойти заложить сразу какую-нибудь штуку по меди, например. Поэтому можно сразу взять нужное количество. Так, а взять нужное количество. Это нам нужно будет что? Так, это нам нужно будет еще одну станцию. И еще десяток погрузочных платформ. Цемента мне как раз нужно быть до хрена для этого. Так, а с проводами у меня ничего. Кабеля хватает прямо на соплях. Так, моторов вообще не хватает. Компьютеров пока хватает. Стальных труб не хватает. Так, ладно, сейчас мы это все тогда заберем. В таком случае. Странно, что компьютеров хватает. Но у меня, в принципе, с другой стороны они все равно производятся здесь потихонечку. Правда, на суперкомпы их не остается, но тем не менее. Так, возьмем еще блочно-модульных. Возьмем сразу, пока я здесь, еще дополнительно ста компов. Где-то здесь у нас лежат моторы. Их тоже возьмем парочку. Так, надо будет сразу взять еще несколько стаков кабеля, потому что его прям вообще буквально чуть-чуть осталось. Где-то я немножечко сделаю все не так и кабель закончится сразу. Так, возьмем отсюда кабель, кабель, кабель. Так, получается, что... Так, стальных труб у нас хватает. Стальной балки нам еще нужно. Так, а здесь стальных труб и балки случайно не валяются у меня? Так, здесь стальных валяется такая балка. А здесь... Здесь тоже валяются всякие фуфелы, но того, что мне нужно, нету. Так, значит, отсюда тогда берем весь цемент. Эти каркасы, кстати, надо убрать, но они мне не нужны. Чем мне еще здесь не нужно? Мне не нужны пять вот таких вот штук. И... Вот одна вот такая мне тоже не нужна. Так, отсюда вот эту вот мы убираем. Мы с нее возьмем конвейерных лент. Что мне еще не надо? Турбомоторы мне не нужны. Они мне могут пригодиться чуть попозже. Мы их пока сюда сгрузим просто. Так, отлично. Значит, сюда надо у нас будет взять стальных труб. Дополнительно на рельсы. И... Что-то еще. Что-то еще надо будет взять. А, и конвейер. Ну, тормозит, кстати, поменьше здесь. Раньше здесь тормозил вообще безумно в этом месте проработающей фабрике. Сейчас тормозит не так сильно. Поэтому... Чего-то разрабы там делают. И у них что-то получается. Это отрадно. Даже очень отрадно, я бы сказал. Так. Перелетел маленько. Так, хоп. Так, забираем отсюда все. Кроме... Так, вот это вот оставляем. Еще мне надо немножечко труп взять. Так. Немножечко взять труп. Немножечко труп. Мы сейчас возьмем вот здесь. Так. Так. Сколько мне нужно? Два стака труп. Давайте два стака трупа возьмем. Так. Все. И погнали отсюда. Два стака трупа. Два стака трупа. Так. Два стака трупа. Тут каркас. Здесь завод, что ли, какой-то был. И хранилище для них. Я уже не помню, что это такое. Два стака трупа. Подключили. Так. Это подключили. Это подключили. Так. Зацепили вот это. И, соответственно, вот это. Так. Здесь такая же тема у нас. Так. И здесь у нас уже все подключено получается. Отлично. Так. Значит, теперь отсюда нам надо спустить. Примерно. Так. Чтобы они не мешали еще нам поезжающим проездам мимо. Ну, давайте отсюда запустим. Хоп. Так. Вот и уголек пошел. Уголька пошла, конечно, не очень много. Так. Он, кстати, нормально там идет? Да, он нормально идет. Но как раз пока мы будем все это доделывать и доподключать, он заполнится полностью. Это не самое лучшее месторождение угля, которое мы могли забрать. Но, по крайней мере, там довольно чистый уголь идет. И, наверное, для того, чтобы ушло реально хорошо, нам надо будет туда пробежать сейчас. И доулучшить вот эти вот штуки. Потому что они у нас здесь, да, они улучшены. Там предыдущая вот эта вот лента, которая у нас была. Так. У меня теперь не хватает места для того, чтобы все это складировать. Блин. Он у тебя будет превращаться в гребаные ящики. Так. Надо от чего-то избавиться тогда. Ну, в принципе, от них можно избавиться. Сейчас мы их заменим тогда новыми. Потому что плодить здесь дополнительные ящики с каждой такой штуки прям очень не хочется. Ну, давай. Так, отлично. Так, переключаемся назад. Полетели. Так, что там еще? У меня уже все нормально. А, там стойка, видимо. Внизу, скорее всего, стойка. Так. Здесь главное ничего не пропускать. У меня там какими-то кусками сделано. Куски тоже надо улучшить обязательно. Так. Работает она, если я правильно помню. Да, на 600 угля. И она прямо вот заработала сейчас наконец-то. Да. Она сейчас заработала на полную катушку. До этого она работала там, не знаю, на целых 0,3%. Так. Сейчас он будет нормально здесь заполнять. Угольная энергетика у нас не очень сильно активно используется. Поэтому здесь, кстати говоря, ничего до сих пор не заполнилось. Да, хоть одна дошла сюда. Вообще ни одна не дошла. Она, в принципе, не должна дойти. Потому что пока вот эти штуки не заполнятся предыдущие, сюда ничего попасть, в общем-то, не должно. Так. Одна штука. Хотя бы одна заполнилась вообще. Так. Ну, здесь надолго. Ну, ладно. Тем не менее, с углем у нас тема есть. Уголь один у нас готов. Теперь нам осталось всего, нахрен, две такие штуки сделать. Это одно для железа. Где-то найти более-менее внятное месторождение. Здесь, наверное, поблизости. И одно для, соответственно, меди. Медь надо будет составить из двух, вот, тех вот, из которых мы возили обычным автотранспортом. Потом надо будет немножечко перетянуть конвейерные ленты, которые у нас идут по фабрике. И мы готовы к полному переезду на, соответственно, железнодорожную сеть. Потом можно будет торжественно перерезать ленточку и запустить поезда, соответственно, которые нам для этого будут нужны. И, по идее, после того, как мы это все сделаем, мы должны получить первые компьютеры, собранные на нашей дальней фабрике. И кучу всяких других дополнительных ништяков. Ну, об этом мы узнаем скоро. Я думаю, что через пару серий мы эту ленточку торжественно перережем. На сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, ребята, за внимание, удачи и всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!